Полторы тысячи стипендиатов. Телемост Вашингтоном, Лондоном и Шанхай. Онлайн-трансляция во всех вузах страны. Сегодня во Дворце Независимости прошел юбилейный форум международной стипендии «Булашак». Чего удалось добиться за 20 лет и какие новые задачи ставит перед молодежью глава государства в репортаже Анжелы Гариповой. Интеллектуальная элита страны во Дворце Независимости. Тысячи талантливых ребят, получивших блестящее образование в двухстах лучших университетах 33 стран мира встретились с президентом. Именно он в 93-м году выступил инициатором этой образовательной программы. 20 лет назад, в трудную эпоху первых лет независимости, не каждому дано было увидеть наши достойные выдущие. И я вас, моих птенцов, птенцов казахстанского государства, отправил учиться и получить знания для того, чтобы вести нашу страну вперед по трудному пути развития. Прорывной проект. Такой статус приобрел Булашак в кратчайшие сроки. Еще бы! Это единственная в своем роде программа на постсоветском пространстве. Она позволяет получить образование в самых рейтинговых вузах мира полностью за счет государства, независимо от возраста, происхождения и достатка. Я сам с Караганды, из простой семьи. У меня мама учитель, папа шахтер. В то время, в 90-х годах, было очень сложно в нашей стране, но программа Булашак помогла мне получить качественное образование, сейчас создать вместе с своим партнером свой бизнес. Сейчас у нас многомиллионные обороты, тысячи довольных клиентов. По программам стажировки у нас уезжают достаточно взрослые люди, уже в возрасте за 50 лет. То есть эта программа сейчас открылась для всех возрастов, вне зависимости от национальности, пола и так далее. Уже сейчас стипендиаты занимают ответственные посты в государственных и международных структурах. Золотой запас студенты, получившие за рубежом бесценные знания по техническим специальностям и медицине. Сегодня они востребованы как никогда. Кардиохирург Дмитрий Горбунов участвовал в форуме, посвященном 15-летию программы «Булашак». Он отметил, что за прошедшее время важным достижением для страны стала бесплатная и качественная кардиохирургическая помощь. Если в прошлый раз, 5 лет назад, я докладывал вам о том, что самостоятельно выполнил около 300 операций, то сейчас это число составляет 1717 операций. Есть чем гордиться и ассоциацией выпускников стипендии «Булашак». Уже 12 лет ее представители добиваются успехов в укреплении имиджа страны, как среди соотечественников, так и за рубежом. Благодаря открытым лекциям булашаковцев, только за 5 лет почти 50 тысяч молодых людей получили через нас новые знания. В портал ассоциации входит число лучших интернет-ресурсов среди общественных организаций, а канал «Булашак» на YouTube занимает первое место в Казахстане. Гордостью всех булашаковцев стал также проект по дубляжу лучших мировых фильмов на казахский язык. Как итог, в крупнейшей голливудской студии «Парамонт Питчерс» казахский стал седьмым официальным языком. Консалтинговая группа «Булашак» вошла в топ-десятку экспертных структур страны, а наш корпоративный фонд создает новую культуру благотворительных мероприятий. Год назад, когда Нурсултан Назарбаев представлял стратегию 2050, важную роль глава государства отвел новому поколению молодых профессионалов. На форуме булашаковцы в очередной раз подтвердили, что трудности не боятся и будут идти к общим целям вместе с лидером нации, чтобы приблизить момент вхождения нашей страны в тридцатку самых развитых стран мира. Казахстан 2050 – это наша национальная идея 21 века. Она определяет великые ценности, цели, к которым стремится наш народ. Я хочу поделиться с вами давно вынашиваемой идеей. Предлагаю создать на основе булашак общенациональное движение «Казахстан 2050». Нурсултан Абишевич, год назад вы представили стратегию «Казахстан 2050». Вы представили документ о будущем страны, о нашем будущем. Нурсултан Абишевич, мы не просто поддерживаем эту стратегию, мы, каждый на своем рабочем месте, уже приступили к ее реализации. Но этого недостаточно. Сегодня, для того, чтобы на самом деле нам пробиться в 30 самых развитых стран мира, я думаю, каждый гражданин, все общество, мы должны объединиться для того, чтобы выполнять те задачи, которые стоят в стратегии. Нам сегодня, как никогда раньше может быть, нужно единым фронтом выступить и шаг за шагом, километр за километром начать отвоевывать процветание для нашей Родины, а значит для себя, а значит для будущих поколений Казахстана. Получив поздравление с предстоящим днем первого президента, Нурсултан Азарбаев лично поздравил 10-тысячного абитуриента и вручил ему стипендию. Форум завершился, но делегаты долго не отпускали своего лидера. Сегодня они пожимают руки и фотографируются, а завтра вновь за работу. Впереди новые задачи. А как их выполнять, Нурсултан Азарбаев пообещал детально объяснить в следующем послании народу Казахстана. Анжела Гарипова, Марат Диханбаев, Астана.